Всем привет, друзья, с вами Сникер, и я занимаюсь левитацией. Ну, в общем, да. Так, пойдем. Нужно преподать уроки фехтования. А я, кстати, не помню, где эта резиденция. И там нужно в то же время, наверное, прийти, и там было на следующий день это сделать, а я вроде как опоздал. Ну, ладно, сейчас мы поднимем... Русалки на сейске! Что ты делаешь? Так, надо повыше подняться. Там где-нибудь найдем. Пацан в воздухе! Вы что-то их не боитесь. А, съем! Господи, успокойтесь, люди! А, вот. Вот подстригали, да-да-да. А вон ее резиденция вроде. Да? Да-да, это ее резиденция. Да-да, я Гретта, принесла. В нетерпимости, суеверия всегда плечи. Оп! Пусть эти онкармолит... Пусть эти у меня... Сосичник, а на арсанэ, да? прийти а на следующий день надеюсь ты все еще следующий день где собственно говоря нужная нам личность может она уже внизу может быть даже да может потренируемся подожди сейчас писать дайте в жопу по-моему часа в четыре преподавал возможно она меня обиделась я тоже был придет напытал очень молодой девушек вон туда вот самое время чесноком 5 или 4 часа ничто не причиняйте алёк приветствую вы по какому делу урок фехтования я договорился с розой об уроке фехтования геральт из ривии правильно барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту просила чтобы вы к ней присоединились интересный чувствую будет урок спасибо точно роза капец и далеко ну ладно пробежимся делайся элитные прям говорят на него господи вы по этому району хер нормально пробежишь все-таки господи какой страшный вопль мне кажется они так как лакалак они побегут как от меня далековато может прогуляться паркур паркур ну квест но не сейчас она уже кстати обморнирование со стражником и сразу ее не пускают евгардской пехоты всегда папа велел это для твоей же безопасности роза люди нас здесь ненавидят и за что это что я им сделала солдат можете идти но его превосходительство посол варатры говорил что а мое превосходительство говорит совсем другое ты его не узнаешь это геральт из ривии лучший фехтовальщик севера мне с ним ничего не грозит но кругом шагом марш раз два раз два наконец-то ну геральт пойдем я тебе кое-что покажу давай условились об уроке фехтования не прогулки так что знаю геральт не нуди просто иди со мной с геральт ты не хочешь еще одну измена делать конечно смешные у меня тряпочки ночью ли средних успехов то нет нормальных пока что и не тяжелых тем более ну скоро время невозможно появится видишь ли я подумала что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе поединок на мосту как в романе ну вынимай меч но мы не покруче серебряный и железный мы должны учиться на деревянных должны но приятнее всего делать то что нельзя разве нет как пожелаешь как пожелаете барышня только чур потом не плакать если что дам тебе платочек защищайся но это зря это не убью вдруг ёпта иди сюда перестань и я сдаюсь ты в порядке да единственное что ты серьезно ранил мою гордость куда у тебя интерес к фехтованию откуда у тебя взялся интерес к фехтованию от скуки знакомых у меня здесь нет отец меня держит в ежовых рукавицах и все время одни банкет ненавижу банкеты разговоры скучные до гнусная выпивка херовая вот именно а с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться выпустить пар ну хорошо что теперь ну хорошо так что теперь возвращаемся домой только геральт я понимаю что это немного невежливо извини но у меня съехал корсет ты можешь ненадолго отвернуться он не позже впивается конечно я понимаю что женщина должна следить за внешностью но драться в корсет мужского и движение роза за сбежала если с ней что-нибудь случится вора тротор лет мне башку по правилу я думаю чё она тут будет управлять уйти а вот и следы в той стороне 7 котов ну да девчонка решила развлечься я наява по дороге ну хотя сейчас она явно на неприятности нальется это она далеко что забралась от нее в гаарда солнышко не знаю вернешься ли это дочь посла вар атре у нее дипломатический иммунитет я не очень понял что там у нее зато знаю наверняка что ты снюхался снильфами а чудо-зудивляться лукас ведьмака всегда тянет чудовищем протрезвели с этой чудо мы еще разберемся просить у нее прощение и вон отсюда видел девушку попроси у нее прощение сейчас же так вежливо как только сумеешь растите варуши растите великодушно веди себя хорошо как твой приятель поклоняйся иди проявлять свой патриотизм где-нибудь другом месте лучше уж так лукас и коба я запомню эти имена а когда мы займем новиград найду их и посчитаю с ними успокойся они в конце концов ничего тебе не сделали они подняли на меня руку этого достаточно чтобы им эту руку отрубить это удивляешься север ненавидит не любят пора закончить наш урок закончен запомни то чему ты сегодня научилась думаю тебе часто придется обнажать меч я не понимаю тебя геральт почему тебя так взволновала судьба двух пьянчужек чем они тебя так тронули мир будет лучше без я думаю тебе пора домой самой короткой дорогой точно понимаю будь здоров геральт удачи на пути спасибо зря ты так с мужиками будет отрубить какая двадцать пять опыта охереть так раз закат а я же куриц хотел поискать так я пожалуй туда из хотя уже закат может все-таки золотом я хочу кур поискать смотри 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 вот сейчас мы по-другому пути скачет интересно потому что я с другой стороны этот раз выезжал вот поэтому и скачем другой дорогой и тут это бабушка да здесь где следы а вот они волчьи следы все так хотя что ты здесь не сходится что тут у нас что-то не сходится лучше для волчья рядом отпечатки маленьких ног но нет ни следа борьбы чтобы это могло быть чуть-чуть таким ушел кого следы маленьких но интересно все таки может это и не монстр вовсе вот они здесь продолжаются ухты мальчик девочка что это петрусь осторожно у него меч мальчик солдат мы живыми не дадимся я ничего вам не сделаю так зачем пришел тебя прислал тот капитан с черными усами я не знаю никакого капитана пришел я по следу монстров которые таскают кур столько шума из-за пары тощих курей это хозяйка совсем не любила кричала на них и вид у нее как у ведьмы все она не ваша что вы делаете одни в лесу где ваши родители их солдаты схватили мы переходили реку но нас заметили мы бежали но у тядьки и мамочки были мешки они нам велели бечь с той поры вы живете одни в лесу ну да здесь чего-нибудь найдем там чего-нибудь стащим ничего живем помаленьку уже помощи пои поищите нет откуда взялись волчьи следы откуда взялись волчьи следы дядька как-то добыл волка и дал нам по лапе на счастье мы их под башмаками и привязали ведь волки же крадут кур правда? да, только по одной очень редко вы живете тем что обкрадываете других это плохо кончится лучше попросите помощи это у кого же? кому мы нужны? мы заберем всех кур а потом пойдем глубже в лес Петрусь говорит что мы будем охотиться одеваться в звериные шкуры построим шалаш из листьев и и никогда не вырастим ага последнее больше всего похоже на правду берегите себя ну сейчас эту старушку так это попросим может она расчувствуется и не будет скотиной правильно? ну сейчас мы ее узнаем ну-ка так жизнь ведьмак я нашел воров я нашел в лесу в атаку детей это они крали кур и что ж дети эти верхом на волках ездили? не было здесь никаких волков просто это очень ловкие дети если они хоть чуточку соображают пускай теперь держатся подальше от моего курятника прийти их и они перестанут красть приюти их и они перестанут красть красть может и перестанут но кормить то их надо очень мне это нужно ну это ж дети ну ладно я подумаю вот и славно а что было если я первый ответил? так умение почему не открывается? на каком уровне? на 15 черт ладно продолжаем качать пока всего удара так теперь по дополнительным заданиям ничего нет заказы тоже так что отправляемся на основное задание список блудниц естественно я сейчас спирусь и встретимся уже там что-то я нарвался что-то я нарвался не там пошел видимо что-то они прям без разбора что-то они прям без разбора еще и стражи на меня да? а нет стражники нормальные пацаны блондюганов мочат красавцы все так нам сюда зимородки интересное название где там это прицелы? о ты уже здесь? заходи давай сядем где-нибудь сейчас начнется о это видимо она такой же инструмент что и у Лютика такой же инструмент что и у Лютика какая тут акустика какая тут акустика путь пальцем путь пальцем проложи средь шрамов ран суровых чтоб наши слить пути судьбе наперекор откройте раны вылечи их снова пусть сложатся они в судьбы узор и снов моих с утра бежишь проворно крыжовник терпкий сладкая сирень хочу во сне твой видеть локон черный фиалки глаз твоих что слез туманит почему-то напоминают енифер по следу волка я пойду в метели и сердце дерзкое настигну поутру сквозь гнев и грусть что камнем затвердели и разожгу что мерзнут на ветру и снов моих с утра бежишь проворно крыжовник терпкий сладкая сирень хочу во сне твой видеть локон черный фиалки глаз твоих что слез туманит тень не знаю ты мое предназначенье или страстью я обязан лишь судьбе когда в желанье я облег влечение не полюбила ли ты во вред себе и снов моих с утра бежишь проворно крыжовник терпкий сладкая сирень хочу во сне твой видеть локон черный фиалки глаз твоих что слез туманит тень тур туманит и туманит туманит плохо и туманит туманит стим в туманит м д Ух ты, да неужто это та барышня? Это он поубивал все мерзких ребят в Белом саду. Тише, женщина, мы на концерт пришли. Убийца? Война идет. Вот люди и умирают. Идите, спорьте в другое место. Вот черт, я ее спас. Опять одни дряжки. А говорили, это престольное заведение. Вот они последствия, похоже. Он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею. Да кого он спасет? Он же убийца. Золтан спокойно. Выехать вон. Снаружи разбирайтесь. Пойдем. А то я бы этой бабе сейчас всек. Дайте мне послушать музыку. Вот тварь. Культурная столица, сука. Давай я тебя представлю. Присцилла. Известная как Цыраночка. Столь же прекрасна, сколь талантлива. А это... Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся. Ведь это такой благодарный сюжет для песни. Ведьмак, влюбленный в чародейку. Или следует сказать... В чародейку? Я не доверяю бардам. Я не доверяю бардам своих любовных историй. Они их потом повсюду разносят. Что, впрочем, не видно. Послушай. Если Лютик столь охотно выдавал чужие тайны, может, он еще сказал, где его искать? Ясно. Для всех этих предосторожностей есть причина? Вполне уважительная. Когда я в последний раз видела Лютика, он сказал, что планирует налет на казну Сиги Ройвина. Ой, мотеляж за ногу! И больше я его не видела. Ройвин. Это еще кто такой? Налет на казну? У Лютика вообще мозгейший был. Лютика, налет на казну. Я бы меньше удивился, если бы он дал обет воздержания. Правда? Он как-то забыл заплатить за винов по сифлоре. Так три дня потом уснуть не мог. Нервничал. Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь. Дело, не терпящее отлагательств. Он вроде так это описал. Но имен не называл? Нет. Но зная Лютика, речь скорее шла о ней. Наверняка стройная и с обширным бюстом. Ройвин? Это еще кто такой? Ройвин? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер. Хромает на левую ногу. Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда пожалуй да. Я так понимаю, на лёд не удался. Надо полагать, на лёд не удался. Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Значит, вроде как нет. Я спрашивала о нём в городе, но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка младшего. И что ублюдковые люди гнали потом Лютика через весь город. Ублюдок младший. Что-то не знаю такого. Самый большой храм в Новиграде. Не буквально, а в смысле... Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех четырёх, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе, собственно, с Сиги Ройвином, Карлом Ворезой и Королём Нищек. Неплохой номер. Хорошо ещё, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы и началось. Снова должен я спасать Лютика. И снова я должен спасать Лютика, а? Может, к нему наняться? Жалования за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха. И мне, в общем, тоже. Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сиги Ройвином. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани. А только смотри, это опасный тип. Но мы тоже. Я тоже. Да. А вот Лютик нет. Поэтому прошу тебя, поторопись. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Конечно. Конечно, конечно. Похоже, мне здесь делать нечего. Я в шалфей. Понял. Так, по-другому надо валить. Ты меня потроить хочешь? Сколько народу. О-о-о. Короче. Пойдем мы уже к Сиги Ройверу в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok